Актуальное интервью в эфире. С вами Анна Харунжева. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет об итогах реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» за первое полугодие 2023 года. В гостях у нас Мария Левадная, начальник отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Мария Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Взаимно. Спасибо большое, что пришли. Давайте поговорим о самом региональном проекте. Сколько лет он вообще реализуется и каковы планы, сколько будет еще? Региональный проект уже реализуется не первый год на территории нашего края, поскольку был разработан в 2018 году в конце года. И период реализации регионального проекта определен с 2019 года по 2024 год. Название его полное региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края». Он разработан в рамках национального проекта «Демография» и в целях реализации указа президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Да, то есть наш проект не один в этой структуре, много еще других проектов, но цель основополагающая этого проекта – это вот в самом названии кроется, то есть финансовая поддержка семей при рождении детей. Проект это ведомственный, носит он характер такой межведомственный, поскольку в его реализации принимают участие не только Министерство труда и соцзащиты населения края, но и Минздрав края и 33 территории, то есть муниципальные городские округа Ставропольского края в лице органов труда и социальной защиты населения края. Кроме того, в реализации проекта участвуют учреждения социального обслуживания населения, некоторые медицинские организации, ну и в целом жители нашего края, поскольку цель его одна – это улучшить демографию. Ну, большой такой масштабный проект, столько участников. Интересно, как они, кстати, друг с другом вообще взаимодействуют. Тоже об этом расскажете сегодня нам? Взаимодействие есть, поскольку от момента создания нормативно-правового акта, которым регламентируется, устанавливается мера соцподдержки, затем эти полномочия по ее предоставлению наделяются либо орган местного самоуправления, либо орган исполнительной власти края, ну и дальше уже как сама мера доходит до человека. То есть, конечно, взаимодействие есть. И от пункта А в пункт Б принимают участие не только органы исполнительной власти, законодательные, финансовые, но и другие структуры. То есть, структуры – это органы местного самоуправления, учреждения, соцобслуживания и так далее, и так далее. Мария Витальевна, действительно большой такой объемный проект. Расскажите, пожалуйста, конкретнее о целях и задачах, и для чего он был когда-то, в принципе, придуман и до сих пор действует. Вот. Придуман был именно для того, чтобы поднимать уровень демографии, увеличить число рождений детей в семьях. Проект реализуется не только на территории нашего края. Да, в рамках края это региональный проект, но и в каждом субъекте Российской Федерации также есть свои региональные проекты, финансовые поддержки семей при рождении детей, поскольку это все глобально объединяет федеральный проект с таким же названием, входящий в состав национального проекта «Демография». То есть вот такая сложная система, но тем не менее, главная цель – это, конечно, внедрить механизмы поддержки финансовой, прежде всего, семей при рождении в них детей. Когда, как правило, один из родителей осуществляет уход за новорожденным ребенком и до достижения по законодательству не менее трех лет, то есть дается на это право не работать, конечно же, мы понимаем, что уровень дохода в семье падает резко, но тогда подключается система государственной поддержки в виде мер, которые финансово призваны помочь. Если ранее, 2019-2021 годы, 2022 – это была мера социальной поддержки в связи с рождением первого ребенка, теперь это только мера социальной поддержки в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, но это не значит, что первенцы у нас вне поддержки. Нет, просто поэтапно осуществляется переход мер в рамках социального казначейства, когда в рамках единого пособия одного в возрасте от 0 до 17 лет семья, обратившись однократно, получает на всех детей при наличии права ту или иную, в данном случае пособие одно, но на каждого ребенка. И тогда нет у семьи заботы, вот на этого ребенка нужно прийти в мае месяце, продлить выплату, на этого ребенка, например, в июле, ну и так далее, и так далее. Но если вернемся к нашему проекту, то в рамках регионального проекта реализуется предоставление мер социальной поддержки, направленных на увеличение числа рождений третьих и последующих детей. Хорошо, но вот за это время пока действует проект, все-таки по статистике удалось ли действительно демографию в тот момент, как он действует, поднять? Ну, результаты регионального проекта отражаются в цифрах, а цифры это, как правило, те семьи, те дети, на которых предоставлены меры социальной поддержки. Ну, если говорить о выплате на третьего и последующего ребенка, то у нас в крае пользуются ей практически почти 19 тысяч семей. Ну, если быть точной, 18 тысяч 470 семей получают выплату на 19 тысяч 752 ребенка, причем, заметьте, это третий и последующий ребенок. То есть, как правило, все семьи являются многодетными. И, конечно, для многодетной семьи такая выплата является подспорьем. Ну, выплата не может быть без средств, и проект имеет финансовую, конечно же, составляющую, поскольку есть результаты, которые именно связаны с тем, что выделяются средства из бюджета. На этот год предусмотрены средства в объеме более 2 миллиардов рублей. Да, на 2023 год. Да, на 2023 год 2 миллиарда 745 миллионов рублей. Причем здесь имеется три источника. Основное, это, конечно же, средства федерального бюджета 2 миллиарда 361 миллион рублей. Бюджет края в эту копилку вносит 124 миллиона рублей. И бюджет государственных небюджетных фондов 259 миллионов рублей. Какие результаты проекта финансовый? Это непосредственно выплата на третьего ребенка, который мы озвучили с вами ранее. Ну, и также есть такое мероприятие, как оказание бесплодным парам помощи в виде вспомогательных репродуктивных технологий. Это экстракорпоральное оплодотворение, которое предоставляется парам бесплатно, то есть за счет бюджета государственных небюджетных фондов. Поэтому, если говорить о финансовых результатах, то за первое полугодие уже освоены средства в объеме более 1 миллиарда 160 миллионов рублей. То есть практически половина средств уже израсходованы. Ну, на вторую половину, соответственно, вторая половина пойдет, правильно? Конечно. Планируйте. Понятно. Что нужно вообще? Какие условия для того, чтобы все-таки получить эту уже месячную выплату? И, может быть, какие документы предоставить, куда обратиться? Расскажите подробнее. Ну, для тех зрителей, кто, может быть, впервые услышал об этом, так, конечно, многие семьи знают об этой мере, поскольку она уже у нас предоставляется в крае с 2013 года, а в рамках регионального проекта с 2019 года. Называется она «Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет». Название длинное, но чаще наши семьи ее называют губернаторская выплата, поскольку она установлена в крае постановлением губернатора Ставропольского края о мерах по реализации указа президента 606-го о демографической политике. Данная выплата предоставляется семьям в случае рождения в них третьего ребенка или последующих детей, причем особенность этого года и последующих, предстоящих по 2025 год, то, что выплата предоставляется на детей, рожденных в период с 2020 года по 2022 год. Объясню, почему. Почему? Все остальные дети, третьи и последующие, которые уже родились в этом году, в 2023, они будут иметь право обратиться за единым пособием, которое предоставляет с этого года органы фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Поэтому все детки, которые рождены до 2023 года, третьи и последующие, их родители обращаются в органы социальной защиты населения за данные меры и соцподдержки. То есть у семьи появилось право по старым основаниям назначить выплату на третьего ребенка, либо по новым основаниям назначить единое пособие на всех детей в этой семье. Семья выбирает там, где у нее есть правовые основания. Что касается выплаты на третьего ребенка, то, конечно, у нее, как и у любой другой меры соцподдержки, есть свои условия предоставления. Прежде всего, это наличие гражданства Российской Федерации у заявителя и ребенка, то есть это может быть третий, последующий, в отношении которого подается заявление. Также это постоянное проживание на территории Ставропольского края для родителя, которые обращаются за выплатой на дату рождения данного малыша. Также это постоянное и совместное проживание заявителя со всеми детками, с учетом которых определяется право, и непосредственно с третьим ребенком и последующим, в отношении которого подается заявление на территории края. Что значит постоянное проживание? Это либо прописка постоянная для взрослого, даже для лица старше 14 лет, это паспорт, где мы имеем сведения о регистрации по месту жительства. Если таковая прописка нужна детям, то это свидетельство о регистрации по месту жительства. То есть это документ, который выдается в соответствующих органах МВД. Кроме того, одним из условий предоставления выплаты является непревышение среднедушевого дохода семьи двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Если в цифрах, то это 28 204 рубля на человека в семье. То есть это достаточно внушительная сумма должна быть ежемесячного дохода, такого совокупного, чтобы семья не имела права на данную меру. То есть больше 100 тысяч, это в любом случае, если двое родителей, трое детей, то выплаты все собрать, заработную плату, просуммировать, допустим, какие-то пособия. Если это превышает, ну, больше 100 тысяч, то тогда у семьи права не будет на меру соцподдержки. Но вот практика показывает, что вот практически 19 тысяч семей, о чем мы сказали ранее, имеют право на эту выплату и получают ее. Также одним из условий является неполучение единого пособия. На этого же ребенка, в отношении которого подано заявление на дату обращения за ежемесячной денежной выплатой. Ну и ограничение имеется по возрасту, поскольку ежемесячная денежная выплата предоставляется на детей до достижения ребенком возраста 3 лет. То, соответственно, если ребенку уже 3 года исполнилось, права обращения не будет. Ну, если даже семья обратится, то и, к сожалению, будет отказана, поскольку есть определенный период, на который она назначается. Если мы говорим о доходе семьи, за какие же месяцы он будет учитываться, то здесь практически те же условия, что и в едином пособии. То есть учитываются выплаты, доходы семьи, полученные за 12 месяцев, предшествующих одному календарному месяцу, не считая месяц обращения. То есть если семья, например, ну, тут уже без 5 минут август, если семья обратится в августе, то мы август месяц не берем. Месяц июль также попадает в слепой период. И тогда доходы будут учитываться с июля 2022 года по июнь 2023 года. Вот это 12 месяцев расчетного периода. Выплата сама назначается на 12 месяцев, то есть ежегодно необходимо до достижения ребенка возраста 3 лет обращаться и продлевать ее при наличии, опять-таки, повторюсь, права. Если семья обратилась, ну, пропустила срок, допустим, ну, может быть, была по приятным событиям, может, на выезде где-то, у родственников, в гостях, может быть, еще какие-то все-таки бытовые будни мамы трех детей и более, очень могут насыщенные запамятовать родителя о том, что надо подать на эту меру соцподдержки документы. Законодательно предусмотрена доплата за период 3 месяца предшествующего месяца обращения. То есть даже если вы немножко забыли о том, что надо продлить, у вас есть вот такой временной период, за который орган соцзащиты может оплатить также эту меру соцподдержки. Документы предоставляются в орган соцзащиты по месту жительства или по месту пребывания, в МФЦ. Также можно подать заявления и документы через портал, можно через почтовую связь, но тогда их нужно заверять нотариально. Для тех, кто подает заявление, в принципе, для всех граждан, хотела бы здесь отметить, что есть ряд документов, которые лично предоставить необходимо. Это, например, документы, сведения о регистрации актов гражданского состояния, то есть это свидетельство о рождении, о браке, может быть, о разводе, может, еще какие-то документы, которые зарегистрированы на территории иностранного государства. Их, к сожалению, орган соцзащиты запросить не сможет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, поэтому такие документы нужно принести самостоятельно. Кроме того, у семьи могут быть, например, те доходы, которые также орган не сможет запросить. Например, в семье есть студент, например, колледжа или еще какой-то другой образовательной организации. Вот справку о том, что он там обучается и получает или нет стипендию, тоже необходимо самостоятельно представить. Ну и ряд других, все это указано в памятке, которая у нас содержится на сайте министерства, но также может быть при личной консультации. Естественно, вопрос с человеком разрешен, с тем, кто планирует обратиться. Дополнительно хотелось бы отметить, тем родителям, у которых, например, отсутствовала регистрация на момент рождения третьего ребенка на территории Ставропольского края, именно по месту жительства в крае, то есть постоянное, они могут подтвердить проживание на территории края, например, решением суда или трудовой книжкой, что человек здесь работал в крае, или, например, декларации, если он являлся индивидуальным предпринимателем. А может быть, родитель учился, и тогда понадобится справка из образовательной организации или из медицинской организации, где родитель также мог состоять на учете диспансерном, ну и, соответственно, это будет являться подтверждением того, что данный родитель на дату рождения третьего ребенка и последующего постоянно проживал на территории края. Еще важный момент, который был принят с 2020 года при поддержке губернатора, и это внесли такую инициативу члены Координационного совета губернатора по делам многодетных семей, выплата на третьего и последующего ребенка. Если ранее она предоставлялась только в отношении одного ребенка, то начиная с 2020 года на каждого третьего и последующего ребенка при наличии права у семьи. Такая вот мера очень популярная достаточно. Да, вот эти вот, кстати, последние нюансы очень интересные. Спасибо, что отметили. Я думаю, что многие не знают. Если говорить о том, сколько вообще это выплата, максимальная, средняя, может быть, так же, как и само пособие, когда бывает 100%, 75-50%. Хороший вопрос. Расскажите об этом. Да, расскажу. Дело в том, что у ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка один размер. Это величина прожиточного минимума на ребенка. И если в едином пособии есть градация, как вы совершенно верно отметили, 50-75 или 100%, и сравнивается среднедушевой доход семьи с величиной прожиточного минимума на душу, то здесь свой нюанс. Выплата назначается при наличии права в твердом размере 100%. В этом году это 12 550 рублей на каждого третьего и последующего ребенка. И, соответственно, выплачивается она ежемесячно. Спасибо за уточнение. Вот в рамках регионального проекта вы тоже уже обозначили немного эту тему. Давайте повторим, чтобы нас точно все услышали. Семьи, страдающие бесплодием. Почему это тоже сюда относится? Потому что это одна из позиций, один из шансов все-таки также увеличить демографию для таких семей, у которых, к сожалению, другим путем невозможно увидеть. То есть получается, семья, семейная пара, у них нет детей, правильно? Если выявляются, естественно, медицинским обследованием, фактор бесплодия, то семья, обратившись за консультацией Министерства здравоохранения, оформив необходимые документы, представив их, получает такой шанс, такую возможность бесплатно пройти процедуру УКО. Это экстракорпоральное оплодотворение или этапы этой процедуры, криопереносы и так далее. Эта возможность в рамках регионального проекта дает право бесплатно воспользоваться этой услугой. Это достаточно дорогая услуга, медицинская помощь, вспомогательные, репродуктивные технологии. На этот год в рамках регионального проекта планируется 2076 процедур провести супружеским паром. На эти цели предусмотрено 259 миллионов рублей. Если говорить о итогах за полугодие, то уже 1128 процедур УКО было проведено супружеским паром и израсходовано почти 122 миллиона рублей на эти цели. Ну, как бы цифры – это вот статистика, сухая статистика. А есть очень такие положительные результаты, статистики за 2022 год, о которых также хотелось бы вкратце сказать. Так, например, 430 родов, которые произошли в результате, опять-таки, процедуры УКО, было рождено с учетом многоплотной беременности в прошлом году 479 малышей. И важный момент, что процент именно наступления беременности в результате процедуры УКО в 2022 году увеличился. Он стал 38. Ранее два года предшествующих ему, это 2021-2020, он составлял 36%. Еще более ранний период – 35,5. То есть медленными шагами, но тем не менее, каждая семья, прошедшая это, получила чудо в виде ребенка. А мы, конечно, результат регионального проекта и готовы, конечно, меру соцподдержки оказать, если семья в них нуждается. На территории нашего края 6 медицинских организаций, которые предоставляют данную процедуру через ОМС, то есть бесплатно для семей. Четыре из них находятся в городе Ставрополь непосредственно и две в регионе Кавказских минеральных вод. Это город Кисловодск и город Минеральные воды. Ну, если кого-то заинтересовал этот момент, то, конечно, обращайтесь в Министерство здравоохранения края, там дадут уже подробную консультацию. Спасибо за информацию. Вот в рамках регионального проекта еще и социальные услуги семьям с детьми предоставляются. Верно. Каковы итоги, что это вообще за услуги, каковы итоги за первое полугодие 2023 года? Социальные услуги предоставляются семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Конечно, это семьи с детьми, и не всегда ситуация у них благополучная. То есть это и те, которые даже находятся в социально опасном положении, где, возможно, стоит на грани вопрос детско-родительских отношений, вопрос оставлять ли беременность у будущей матери. То есть это достаточно сложные, как правило, случаи. И если говорить о демографии, то даже вот эта крупица, она все равно позволяет и вносит свой вклад в то, чтобы ребенок был в семье или ребенок был рожден. Значит, если мы говорим о социальных услугах, то это прежде всего услуги по социальному сопровождению. То есть это оказание социальной, психологической, юридической и иных видах помощи в рамках социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, которых у нас в крае 11. Кроме того, на базе центров действуют межведомственные мобильные бригады. В их составе могут быть как непосредственно сотрудники социально-реабилитационных центров, так и приглашенные из других смежных организаций. Например, это органы опеки, попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, полиция. Это могут быть психологи, социальные педагоги, социальные работники и так далее. Выезды мобильных бригад осуществляются как по утвержденному графику, так и могут быть внеплановыми. Например, по сигналу, по заявке комиссии по делам несовершеннолетних. Или, например, управление сельских территорий, когда глава села, конечно, он будет знать ситуацию практически в каждом доме и, например, что-то увидев неладное, также даст об этом знать межведомственной мобильной бригаде, которая приедет, составит карту случая, подготовит индивидуальную программу адресную по выводу семьи из этой ситуации и будут вместе уже сопровождать эту семью и решать возникшую у нее проблему. А вот на базе четырех центров социального обслуживания действуют четыре кризисные службы. Это службы, направленные на помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе беременным женщинам. Работа этих служб две находятся в городе Ставрополье. Это Ставропольский центр помощи семье и детям, Центр психолого-педагогической помощи населению Альгес. В Пятигорске это комплексный центр социального обслуживания и Буденновский центр для несовершеннолетних «Искра» социально-реабилитационный. Так вот, на базе этих организаций действуют службы, которые работают в двух направлениях. Экстренное телефонное консультирование и непосредственно работа с женщинами, пострадавшими от психофизического насилия. Конечно, консультирование, как правило, осуществляется с теми женщинами, которые находятся в предразводной, послеразводной стадии. Сотрудники данных служб проводили анализ звонков и обращений. И вот как бы наибольшее количество обращений все-таки поступило в данной категории женщин. Кроме того, это были и вопросы детско-родительских отношений, и когда трудный возраст, пубертатный, и мама просто не знает, что делать с ребенком, которому так же тяжело и не знает, как совладать с собой и с родителями. Они обращаются за психологической помощью, прежде всего, ну и находят выход. Что касается консультирования женщин, которые в кризисной ситуации оказались, либо пострадали от психофизического насилия, то здесь также совет важен. Именно правильная консультация психолога, поскольку это позволяет, как я уже ранее говорила, решить такую проблему, как предотвратить аборт или предотвратить сдачу ребенка в какую-либо организацию, то есть оставление ребенка. Самая главная цель вот этих всех услуг социальных – это, конечно же, сохранить ребенка и семью, прежде всего, и ребенка в ней. Если говорить о кратких итогах полугодия 2023 года, то центрами социального обслуживания было предоставлено 4940 услуг по социальному сопровождению 1064 семьям. Кроме того, 588 женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили психологическую помощь, из них 326 были беременные. И мобильные бригады осуществили 403 выездов, 1632 семьи, а там проживают более 3,5 тысяч детей. Конечно, помощь, вот за этими сухими цифрами, повторюсь таки, находится семья, находится семья, у которой есть свои проблемы и которые решаемы. Решаемы благодаря проекту, благодаря тому, что учреждения работают и осуществляют, оказывают эти услуги. Мария Витальевна, программа у нас уже практически подошла к концу, но хочется у вас еще спросить, как проходит информирование семей, где, в принципе, они могут получить всю подробную информацию? Может быть, это сайт, все ли сайты всех организаций, которые вы перечислили, где найти? Ну, конечно, в век информационных технологий, прежде всего, это взял телефон и нашел то, что необходимо. Конечно же, мы идем в ногу со временем, и на сайте министерства размещена информация о мерах социальной поддержки, есть раздел государственной услуги, направление деятельности, вкладка «Социальная поддержка семей с детьми», там все памятки о мерах социальной поддержки, не только о выплате на третьего ребенка, но и о других, которых у нас в крае 11. Кроме того, есть официальные аккаунты, социальные аккаунты в социальных сетях. Там, конечно же, тоже страницы, которые размещают не только Министерство труда, но и главы органов местного самоуправления, Управление труда и соцзащиты населения, Центры социального обслуживания. То есть, конечно, в пространстве интернет найти информацию о мерах соцподдержки, о региональном проекте возможно и несложно. Но, кроме того, мы из-за живого общения, поэтому ежеквартально проводятся у нас социальные справочные. Это когда выбирается тема дня определенная, и специалисты Министерства дежурят на телефонах по данному вопросу, консультируют. Но если человек позвонил по другому вопросу, конечно же, мы не оставим его в этой ситуации, также дадим разъяснение, либо направим, куда необходимо, где могут помочь с консультацией. Помимо того, что памятки и брошюры у нас представлены на сайте, они также выдаются в органах социальной защиты, в других учреждениях, таких как центры соцобслуживания, центры занятости населения. И, конечно, немаловажна работа печатной издания, СМИ. Если брать краткий итог, за полугодие 2023 года 377 информационных материалов в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семьи при рождении детей» было опубликовано. Ну, конечно, большая часть – это интернет-издания, 303 материала, но и, тем не менее, 74 – это были печатные издания. Жители края еще выписывают газеты, да, и немаловажна эта помощь в разъяснении ситуации или разъяснении мер соцподдержки, которые можно подчеркнуть из газет местных. Это также спасибо за приглашение теле и радиоэфиры. Всегда вам рада. Ну и другие возможности для того, чтобы информировать население края о тех мерах, которые разработаны и которые, самое главное, действуют. Ну что ж, я благодарю вас. Спасибо большое, что были у нас сегодня. И все нам подробно рассказали. Спасибо. Приходите еще. Ну а в гостях у нас была Мария Левадная, начальник отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Ну а вы, уважаемые телезрители, берегите себя и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин